приветики ты скрип механик и мы продолжаем стройку нашего коттеджа на холме в прошлой серии под конец и показал тебе нашу входную крутую дверь и сегодня я покажу тебе как ее делал все что нам понадобится это поршень вот такой вот поршень мы его ставим вот черта производим настройку принципе это можно сделать в самом конце а теперь на этот поршень навешиваем нашу дверку вот и все дверь готова осталось только заставить ее двигаться туда-сюда чтобы она открывалась запиралась но для этого нам понадобится еще один элемент это переключатель у меня его к сожалению нет так что пойдем сейчас его сделаем вот и славненько переключатель у нас в кармане мы можем повесить его на стенку только не так вот нет не так как так подключаем значит о к поршню и наша дверь готова единственно что он открывается не до конца но это решается улучшением вот все теперь он открывается нет еще не до конца нужно еще улучшить только у меня с компонентами беда хорошо сделаем это чуть позже еще раз проверяем все классно прям как в торговых центрах знаешь вот эти вот автоматические двери и вот как раз таки именно такие автоматические мы сделаем позже то есть не от переключателя у нас все будет работать от сенсоров только сперва я поковыряюсь сумках у меня где-то тут компоненты были а вот они 7 компонентов этого как раз достаточно чтобы апгрейдить наш поршень улучшаем делаем на десяточку и теперь наша дверь съезжает в бок ровно на 10 блоков хрустеть греметь просто чудненько идеально получилось у нас все но не забываем что у нас есть еще лоджии где я бы хотел сделать такие же двери для этого я разграблю свою тачку мне понадобится в обязательном порядке переключатель короче этот переключатель не доехал до лоджии потому что мне переключатель понадобился снаружи как же мне домой попадать правильно вот для этого мне нужен переключатель здесь и чтобы два этих переключателя работали как одно целое мне понадобится логический затвор ну а пока он делается мы вот эту штуку перекрасим собственно саму дверь вот так и поршень и кубик ну вот теперь у нас все в одной цветовой гамме затворчик у нас уже сделан сейчас разместим и протестируем значит в этом затворчик ставим его сверху или снизу они лучше сверху вот таким вот образом выставляем логику его работы и подключаем два наших переключателя как что здесь подключается переключатель подключается к логическому затвору а логический затвор подключается уже к поршню вот собственно и все легко и просто проверяем переключатель с этой стороны все работает как по маслу но как я уже ранее сказал переключатели это временная мера ну что ж теперь мы знаем как реализована входная дверь и с легкостью сможем реализовать такую же нет не такую же а такие же двери потому что у нас тут две двери и они у нас будут открываться в разные стороны прям как в настоящих торговых центрах значит берем логический затвор ставим сюда на него ставим поршень сейчас только логический затвор надо поставить сразу же нормально чтобы там отображалась буковка нет не так вот вот это вот буковка только перевернуть ее надо когда у нас будет все функционировать она будет загораться люблю когда чего-нибудь светится поршень и теперь нужно понять куда эту всю конструкцию нужно сместить на нашем потолке и как же нам грамотно это все рассчитать а очень просто нам нужно рассчитать ширину нашей двери у меня получилось пять блоков и эти пять блоков мы рассчитываем на потолке 1 2 3 4 5 и 6 и 7 это для нашей конструкции то есть два дополнительных блока для нашей конструкции поскольку наши двери симметричны отступаем с другой стороны ровно такое же количество в данном случае я отступил 6 они 7 и это был мой косяк я не обратил на это внимание и в дальнейшем то увидишь как это проявит себя и сразу скажу что двери будут закрываться нормально будет проблема в другом находим место для нашего переключателя я расположил его здесь подключаем его к логическому затвору а логический затвор уже к поршню логику затвора я выбрал точно такую же как у входной двери и должно работать все окей значит настраиваем радиус и скорость пока я занимался этими дверьми я узнал столько нюансов на самом-то деле оказывается что поршень не будет работать пока ты не прикрепишь к нему какой-нибудь блок я вначале думал что может быть я переключатель не подключил или логический затвор не так настроил но все оказалось очень просто блок решает все ставим блок и поршень работает и так наша дверь сейчас закрыта но очень криво поэтому настраиваем ход поршня и после того как мы отрегулировали наш поршень ставим стеклянную дверь ну вот двери я установил но допустил одну ошибку переключатель из-за него двери не могут отъехать нормально поэтому придется его переносить но куда решил я эту проблему следующим образом дело в том что переключатель должен быть рядышком с дверью чтобы было удобно открывать и закрывать и поэтому я сделал отдельно стоящую площадку на которую поставил переключатель дверь имеет свободный ход и точно такую же дверь нам нужно сделать с другой стороны настраиваем ход поршня другой двери так чтобы она плотно закрывалась и доделываем оставшуюся дверь вот забавно и все теперь наши двери приветственно разъезжаются как торговых центрах и это классно остается лишь это все перекрасить чтобы все стекла были в одной цветовой гамме а теперь внимательно смотри как открывается двери то есть получается что у нас правая дверь если смотреть изнутри отъезжает чуть медленнее чем левая и отъезжает она так из-за того что у нас неправильно размещены поршни поэтому нам нужно левый поршень немножечко сместить вправо а именно на один блок потому что ровно такое же количество шесть блоков у нас идет отступ с правой стороны смотрим на результат и наслаждаемся сейчас наша цель сделать так чтобы всех вот этих поршней не было видно нам нужно сделать фальшь панельку небольшую примерно где-то такую вот и потом ее закрасить в белый цвет чтобы она сливалась потолком можно конечно эту фальшь панель чуть опустить пониже но в принципе отойти назад то и так не видно этих поршней поэтому мне и так сойдет поднимаюсь на крышу чтобы сделать себе антенну для телека ну и для рации для связи с космосом в общем антенну делаем высокую очень высокую ну тут как бы ничего такого сложного тайне то и вообще смысл в этой антоне он как бы в игре не обозначен это просто для красоты делается вот ну по крайней мере мобилка будет ловить теперь снова переезжаем в новый дом потому что здесь мы уже все закончили все построили нужно ехать искать новое место и строить новый дом не шучу конечно шучу просто нам нужно убрать все лишнее из дома потому что сейчас мы будем делать планировку ну то есть спальню сделаем с туалетом да там другие комнаты короче будем делать комнаты в нашем коттеджи даже небольшой загон симона мы тоже убираем просто закрываем двери и теперь симон может передвигаться по всей этой площади ты посмотри сколько тут пространство и место ничего лишнего нет ничего не мешает можно заниматься планировкой и 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 ну вот моя собственная раковина ну как ты понял здесь у меня будет туалет с панорамным окном я буду сидеть здесь и смотреть в окно также я хочу здесь сделать себе зеркало чуть выше раковина но походу надо его делать из других материалов конечно же конечно же сам туалет размещу его здесь рядышком с раковины и конечно же вот так отлично нужно будет повесить здесь туалетную бумажку перфект все есть можно посидеть на дорожку и решаем вопрос что делать с зеркалом вот решил вопрос зеркалом как такового зеркала в игре то нету поэтому приходится импровизировать вот это вот окно мы сейчас тобой перекрасим в другой цвет и будет типа моим зеркалом во все пучком только надо теперь перекрасить еще раковину и туалет каким цветом их сделать интересно может быть черными брутальными вот такими смотри ну неплохо смотрится но не то чего то не хватает какого-то цвета но какого может быть белого в белый унитаз белого раковина просто ну просто вот она сюда просилась туалетную бумагу к сожалению переграть нельзя ну вот одна комната готова это моя спальня туалет и пока что я на этом остановлюсь потому что я предлагаю тебе написать свои мысли какие комнаты сюда еще добавить или может быть и не нужно сюда больше комнат добавлять в общем пиши в комментариях что ты думаешь пришла ко мне гениальная идея ну как гениально это простая идея на самом деле хочу сделать себе освещением чтобы от этого переключателя включались и выключались все лампочки в моем доме ну что ребята я короче сделал сенсорной двери всю мебель в дом занес и теперь показываю вам мою квартирку квартиру мечты правда здесь много чего еще нужно доработать но жить уже можно в общем смотри выключатель включает и отключает все освещение в доме также у меня теперь двери автоматически я просто заменил переключатели на сенсор и это несложно в том числе и выход на лоджию тоже автоматический видал круто как а ну просьбам бездна ну что я думаю что на этом все стоит закругляться есть тебе понравился мой домик он еще напомню не закончен там он подкрасить кстати еще нужно в общем ставь лайк под этим видео и подписывайтесь ты еще не подписан это очень важно ну а я с тобой прощаюсь с наступающим новым годом увидимся в следующем году